В тот день я, как не раз, читал стихи студентам, понимающим язык не очень. За окном блестели лучи, селились стены, память об эпохе депрессии великой. Этот стиль недаром просван был «депрэшен котик». Я смутно ощущал, что говорю совсем не то. В руке крочился мел, предательски не подчинялся голос, а часто все наполинало сон. Я чился объяснить, что мне тогда и повсединить казалось важным. Что согласные распознают друг друга, перекликаясь, так в лесу охотник другого кричит, приглушенно, внятно. Что гласные восходят и не сходят ступени, что слову вторит слог, так зеркало поверхность обращает к другому, дабы в темной анфиларе из них возникшей, голову кружа, свечовую отразилась удаление. Короче, тьму банальных и не очень сравнений, дабы донести до них, что стих не знает мелочей. Чем меньше песчинка, тем вернее она способна спять повернуть в течение веки. Но это ведь не все. В строке сокрыты загадки, что шепнул сам звук овят. Закретные в дни он и имя Бога. А ныне лишь слова, что означают бездельцы, насущные поэту, как амулеты. Вихор над страхой зовут метафорой. Он, как траву, сгибает фразу, он герзает звук облака, пока не сопрягутся далекие, но родственные смыслы и брак их неблагословить словами. Студенты уже складывали книги. Я замолчал. И мир стал изменяться. В окне, как прежде, отражались служи, виднелись безнадежные пинакли, но комната между ними проявлялась, виной в стране, во время дни он. И женщина, что погрузилась в пресно, со глиным профилем, немолодая и полная, но, что довольно странно, изящная, я с нею был знаком. Боялся колких реприк и ровел пред памятью, что уместило больше, чем знал мой век. Но более я страшился, что хриплое дыхание придется при восхождении на этаже. Преопала спустя полгода. Женщина молчала, но я ее, быть может, смог понять. Все это правда. Впрочем, излагать попроще стоит. Такого работа не отрицает, та часть ее, что легче. Достаточно лишь следовать за звуком и не мешать ему. Он сам найдет метафору и виднел, а грамм и верный тон. Но стик родится раньше, чем ты, чем твой язык. Его отчизна беззвучное младенье густоты. Стик снится самому себе, а мы должны нарушить сон и увезти его оттуда. Из ничто к проспектам переправить синтаксис на площадь звука. Вот это трудно. Здесь подозреваю, решает не язык, а кто-то свыше. Конечно, если верить Агустину, а он не ошибался, то Господь хранит все лет от века, все рассветы, все веки, каждый атомный слезу и каждый ломочек хлеба, что живут на зоне зэки. Он хранит все круги, что прикрушены были палачом. Нам это не постичь. Нам остаются летари, цапелька на берегу, Нелепая депрэшн-бодик арка, Сорняк, пророжий под балконом, Где звук воплетела позолота. Деус консерва помня. Уже немало, чтобы стихи вместили Всю любовь, что ты познал, Чтобы смогли ухешить и нас, и нотных. Так почтим язык, его законы, лавилинты, эхо, Что нас почти уравнили в узбоках. Но есть еще стена, и эту стену нам не будет шагнуть. Язык исчезнет, как мы исчезнем. Вряд ли это стоит и ровно. В окне нестешних мест Не открывалось единое небо, И в ползней марки над стенами стоял. Теперь прошту...